Вы, я уверена, уже знаете, 1 июня отмечается Международный день защиты детей, и все страны мира стараются создать условия для детей, чтобы они росли в благоприятной среде, соответственно, чтобы у них была возможность получить образование, профессию, стать специалистом той или иной области. Уверена, что каждый из вас будет успешен и выберет ту профессию, которая ему подойдет. Нам, по крайней мере, хочется, чтобы так оно и было, чтобы та профессия, которую вы выберете, она приносила вам радость, и чтобы вам хотелось развиваться в этом направлении, совершенствоваться, и чтобы ваши глаза так же горели, ваши лица так же сияли, как сегодня мы это наблюдаем. После того, как у вас была возможность познакомиться поближе с профессиями, которые вас интересуют, и мы хотим, чтобы вы поделились своими впечатлениями. Мы надеемся, что день, проведенный со специалистом, для вас был очень полезным, и в будущем, когда уже настанет время определиться с будущей профессией, это вам поможет определиться быстрее, может быть правильнее. Всем здравствуйте! Меня зовут Али Балеев, мне 15 лет. На днях мы с Эмой побывали на телевидении, мы, можно сказать, побывали за кадром. Мы побеседовали с сотрудниками, с режиссером, они нам рассказали о своих должностях, рассказали о том, вообще, как это все устроено, как все работает. В будущем я собираюсь поступать на факультет медиакоммуникаций, и, конечно, телевидение напрямую связано. Спасибо за то, что предоставили нам такую возможность. Меня зовут Манкиан Эва, мне тоже 15 лет. Вот мы с Леей ездили на абхазское телевидение. На самом деле, у меня остались очень хорошие впечатления, так как я примерно понимала, как это все происходит, но когда ты оказываешься там, и за кадром находишься, вся эта студия, как это все оборудовано, сколько там всего, сколько денег в это вложено вообще, сколько людей там работают, и сколько они времени на это тратят. Это, на самом деле, очень интересно, и понимаешь, что это не так легко, как кажется. Сотрудники и режиссеры, которые поделились с нами своим опытом, сразу было видно, что они там долго работают, и они с большим интересом рассказывали об этом. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, я Эва. Меня зовут Дениза Гергия, я главный редактор новостей. Очень приятно, добро пожаловать. Очень приятно, спасибо. Так, вы первый раз, наверное, на телевидении, вы находитесь на втором этаже, это редакция новостей, здесь у нас еще находится Абхазское радио. Что делается у нас на Абхазском телевидении, именно в нашей редакции, я вам расскажу. Для этого пройдемся в Ньюсрум, это где готовятся все сюжеты, весь материал на новости. Здесь у нас Ньюсрум, как я уже вам говорила, здесь девочки, корреспонденты готовят материалы на новости на Амшебшаров. У нас две редакции, Абхазская и Русская. Девочки с утра приходят на литочку, каждое утро в 10 утра, это вот обязательно. Редактор вместе с руководством определяет сюжеты, темы, и уже они выезжают на съемки и делают свой материал. А у меня есть вопросы. Да? А вот смотрите, вот, например, они собрали материал, и есть какой-то определенный деклайн, когда надо будет его уже прямо в эфире, или там не имеется особо. Да, конечно, это же новости, у нас два раза в день выходят новости. Это четырехчасовой эфир, в четыре часа Абхазская редакция выходит. И вот девочки, которые работают на Абхазскую редакцию, они в четырем должны обязательно успеть выдать эфир. Выдать. Это обязательно. А вот где вы находите информацию? То есть, понятно, есть какие-то определенные источники, например, тот же интернет, да? А вот есть какая-то эксклюзивная информация? Очень правильный вопрос. В основном, конечно же, какие-то вот, если проблемные темы, к нам звонят в редакцию, это обязательно. В социальных сетях, да, отслеживаем какая-то острая тема, и мы видим, что нуждается в разработке, обязательно наши корреспонденты это снимают. А здесь вот я вам покажу тогда, чтобы... А здесь вот то, что читают, да, звукозапись, здесь записывают голос наших корреспондентов, и потом они уже скидывают банки для обмена и уже начинают монтировать. Это наша студия, где каждый вечер, и не только, каждый вечер и днем у нас прямой эфир. Здесь сидит диктор, отсюда читает новости в прямом эфире. А у вас есть суфлёр? Да, есть суфлёр, вот он стоит перед вами. То есть без суфлёра никак? Да. А у меня вопрос... То есть строго относится к тому, чтобы конкретный диктор наизусть прям знал текст, например, если суфлёр не работает и как бы есть какие-то типа... Нет, нет, строго к этому не относимся, потому что мы понимаем, что за 2 минуты до эфира не выучат. А какой дресс-код у вас как бы существует? По цвету никакого дресс-кода, но главное, чтобы сверху был пиджак там. В основном рубашка с пиджаком вот так вот, и по топу можно. Ну классика. Классика, да. Здесь снимается утренняя передача, здесь снимается детская передача на этом фоне. С левой стороны зелёное полотно, green screen, и на этом фоне снимаются передачи для использования виртуальных студий. Это у нас спортивная передача, субботняя передача, Сабшал и Ямчик, воскресная передача, ну также и другие какие-то передачи. Из этой студии можно осуществлять прямое включение к верхней студии и делать прямой эфир. Так что вот так. Какие вопросы? А как происходит вот этот процесс, то есть переключение во время прямого эфира? Там на монтаже есть понятно, это будет как-то удобнее делать, но если прям отсюда в ту студию, как это вообще происходит? Вот представьте себе большой пульс с большим количеством кнопочек. Вот одна кнопочка – это один вход, вторая кнопочка – это другой вход. На одном входе может сидеть студия, на кнопочке этой студии может быть 4 камеры и так далее. То есть звездообразная форма и, грубо говоря, нажатием одной кнопочки можно переключить и звук, и видео с одного источника видеосигнала на другой источник видеосигнала. И все это происходит молниеносно, без подрывов и так далее. Ну, естественно, нужна для этого координация между режиссерами сверху и режиссерами снизу, допустим, чтобы точно знали, в какой момент произойдет переключение. А насколько часто вы фон, например, меняете в утренней передаче? Ну, мы его не меняли около года и, скорее всего, будем уже скоро менять. В среднем декорации на телевидении меняются раз в год. А интерьер вам кто-то подбирает? Современные интерьеры подбирают с помощью 3D-студии, где учитываются и физические размеры помещения, вплоть до источников света и вплоть до угла обзора камеры, минимального и максимального. То есть все это уже автоматизировано достаточно точно, потому что что попадет в кадр, от этого зависит технические возможности угла обзора камеры. И поэтому нет смысла, допустим, делать очень дорогую студию, если камера ваша покажет лишь малый фрагмент этой студии. И поэтому все подбирается под определенное оборудование. Самое главное – быстро ориентироваться. Режиссеры уже должны поступать, имея определенный базис. Вообще сотрудники на телевидении уже должны поступать, если не с опытом работы, то хотя бы со знанием теории. Если человеку надо будет объяснять и показывать на месте, что надо делать и как надо делать, то КПД будет невысокий. И поэтому специалист должен быть готов. Ну это, наверное, на любой работе так. А если возникают какие-то проблемы в эфире, например, с переключением? Мы не любим говорить об этом. А, все, хорошо. Это шутка. На самом деле есть преднабор и с помощью преднабора мы уже можем минимизировать какие-то возможные ошибки. Но если говорить о игровом опыте, есть функция запаздывания на 5 или на 10 секунд. И в случае того, что если что-то пошло не так, можно экстренно включить в это время какой-то информационный блок или рекламу или еще что-то. Но иногда мы смотрим ток-шоу и в прямом эфире там происходят невисеприятные какие-то вещи. И мы видим, как это действие может начаться, но мы не видим продолжения. Это означает, что если что-то идет не по плану и режиссер имеет запасную волшебную красную кнопку, на которую он нажимает и срабатывает скорая помощь, скажем так. Включается реклама. Да, как обычно реклама. Были ли удивлены чем-то или может что-то неожиданное было в этом дне, которое вы провели? То, что все локации находятся в одном месте. Да, там в одном углу стоит такая мини-студия для съемки передачи для детей. С другой стороны там вообще утренние программы, где-то зеленый фон, где-то вообще там дебаты проходят. В основном все в одном пространстве, только разные реквизиты, если можно так выразиться. Я думала, например, то, что это все в разных кабинетах, а это все в одном большом кабинете. Это еще раз говорить о профессионализме. Продолжим. Нина. Я Нина Пилия, мне 12 лет. Недавно мне выпала возможность пообщаться с архитектором Кам и Катя. Она мне рассказала много интересного про архитектуру, что должен уметь делать архитектор, где он работает обычно, какие проекты обычно делает и много чего интересного и полезного на самом деле. Но я поняла, что это не легкая работа, но мое мнение не поменялось. Мне, наоборот, даже больше захотелось стать архитектором. Здравствуйте. Привет. Присаживайся. Как тебя зовут? Нина. Очень приятно. Меня Кама. Да, Нина. Ну что, расскажи мне, почему ты захотела стать архитектором? Ну, я проходила курс в STEM-е 3D, и мы там работали над проектом дома, и мне очень понравилось. А еще у нас в Абхазии после войны есть много заброшенных зданий. Мне бы хотелось в будущем их отреставрировать. Ты хочешь быть реставратором? Да, и архитектором. И архитектором. Я тебе немножко расскажу, чем мы занимаемся. На самом деле, архитектор умеет почти все. От того, чтобы нарисовать, условно, стакан, стол или стул, до того, чтобы нарисовать город. Вот. Это такой масштаб, совсем большой. Это архитектор, городостроитель этим занимается. Мы здесь, в моей команде, занимаемся немножко более человеческим масштабом. То есть, это то, что касается жилья, или, допустим, отеля, ресторана. Возможно, там, ну, не знаю, какого-то сквера, парка. Каких-то таких проектов. То есть, совсем там, города или там, не знаю, луну мы не проектируем пока. Но, возможно, будем. Вот. Как мы работаем? Могу тебе рассказать, если тебе интересно. Вот. Приходит какой-то гипотетический заказчик. Ну, кто-то там, допустим, твоя мама. Вот. И говорит, я хочу красивый дом. Мы садимся с ней, беседуем. Я, пока она рассказывает, как она видит свой дом, записываю себе какие-то основные базовые данные. То есть, хочет она, там, пять спален или три. Хочет она, сколько в ванных комнат, как она видит свой сад. Какого стиля должен быть этот дом, как ей кажется. Вот. Я, ну, в свою очередь, советую ее. Может, вот на это посмотрите, а вот на это посмотрите. В этой части города было бы красиво вот это. Потому что всегда архитектура имеет какую-то свою привязку. Вот. Ну, если это в лесу дом, да, мы сразу понимаем, что вокруг все красиво. Вокруг деревья. Мы можем делать много окон. Это может быть деревянный дом, например. Если это городская архитектура, если это, например, центр города, да, понятно, что будет довольно шумно, что не должно быть так много окон, что человеку нужно будет какую-то тишину создать, какой-то дворик. Вот. И мы начинаем вот беседовать. Кстати, в беседе появляется какой-то такой виртуальный образ дома. Вот. После этого мы начинаем эскизировать. Ну, сначала так, грубо показываем, как это выглядит. Какие-то, я тебе могу показать какие-то, например, черновики. Черчение уже изучаешь, Коля? Пока нет. Пока нет. Вот, ну, значит, будешь в будущем понимать, что все в мире практически состоит из линии и состоит из ширины, глубины и высоты. Вот. Эти ширину, глубину и высоту мы задаем. Это то, что касается именно жилья. Вот. Когда мы говорим, допустим, ну, отель или там ресторан, мы не знаем, кто там будет. Там будет очень много людей. Очень много, ну, может быть, необычных людей или там разного возраста людей. Например, может быть, ты там с бабушкой придешь, да, в какое-то кафе и должно быть красиво одновременно и там удобно и бабушке, и ребенку. Вот. Соответственно, мы начинаем придумывать вокруг этой легенды какую-то историю, чтобы было там ребенку и было за что посмотреть, на что посмотреть, за что зацепиться глазами. И взрослому, да, там это на его высоком уровне роста, я имею в виду. Вот так. И вокруг этого всего мы начинаем выстраивать стены, конкретные там окна, высоту какую-то задавать, габариты задавать, мебель поставить, смотреть, как это все вокруг. У нас мы сейчас замеры делаем не рулетками такими, знаешь, вот как сантиметр, а лазерными рулетками. То есть это все электронное. Мы можем синхронизировать приложение с лазерной рулеткой. То есть я делаю какой-то замер, он сразу его интегрирует в программу. Но мы так пока не умеем, но гипотетически это можно. Вот. И потом мы отсюда переносим уже на большой компьютер, переносим в объемные программы. Я не знаю, ты знакома с такими, как там скетчап или архикад, автокад, 3D Max. Ну, в зависимости от задач в разные программы. И в объеме мы уже, вот то, что ты делала 3D моделирование, да, мы это в объеме поднимаем уже следующим этапом. И там уже крутим и вот получаем вот эти, покажу. У меня здесь какие-то эскизики тоже есть. Ну, например, вот я делала пляж. Видишь, вот зафиксировала в начале, как это выглядит. И, соответственно, потом, когда я уже смоделировала, вот понимаю, ну, уже визуализацию сделала и понимаю, как это будет потом. И, соответственно, уже с человеком, когда беседую, показываю свой эскиз, свою концепцию. Я говорю, это место, это вот это место. У меня есть конкретная фотография. Вот это место, это, например, вот это место. А что вы чаще делаете? Дома или там какие-то рестораны? По-разному. Ну, вот когда был ковид, когда была полная изоляция, у нас был очень такой прям бум домов. Мы делали прям подряд-подряд очень большие дома, очень крутые дома. Люди поняли, насколько нужно, когда дома сидишь, все должно быть круто сделано, и там должно быть приятно. И, соответственно, мы прям подряд много особняков сделали. Сейчас, видимо, этот кризис немножко миновал, и все в подготовке к туристическому сезону. Этот год мы абсолютно практически с января только общественными занимаемся. В основном это рестораны и отели. Мы даже не берем сейчас в работу практически жилье, ничего не берем, потому что с общественными интереснее работать. Или часто, ну, это именно касается старого. У нас, так как большое количество все-таки старого фонда, вот этих разоброшенных, пострадавших объектов, их прям часто приходится переделывать. И вот сейчас как раз мы пройдемся, и я тебе покажу один объект, который много-много лет стоял недостроенным, он еще там в советское время начинался, вот, и начинался как дом. Мы его переделали под банк, вот, и мы сейчас как раз пройдемся, я покажу, что из этого получилось. В нашей профессии, помимо того, чтобы уметь чертить, самое важное – это развивать свой вкус и развивать свое зрение. Надо, раз ты хочешь работать со старым городом, со старыми постройками, надо очень внимательно смотреть вокруг себя и видеть, в чем вот красивая часть нашего города, чтобы ее максимально приукрасить дальше, да. Вот, когда ты берешься за старый объект, ты не должна его испортить. Ты должна… все то, что ты делаешь сверху, оно должно только украсить его. Для того, чтобы вот свою, свою внимательность зрительную развивать, вот, я очень советую ходить по городу, изучать, вот, из чего состоит дом. У него есть какая-то база, ступеньки, дверь, над дверью какой-то козырек, окна, какие-то отделка окон, да, вот, какие-то декоративные элементы окон. Почему-то, видишь, есть, допустим, ритмы окон, одно узкое, другое широкое, есть какая-то арка, вот, все эти детали вместе, вот, дают городу такую, знаешь, вот, какую-то уникальность, наверное, его, вот, неповторимость, вот. И, но мы, когда современное что-то проектируем, мы стараемся не имитировать. То есть, мы не делаем вид, как будто мы делаем это здание в 18 веке. Мы его делаем, чтобы было понятно, что это здание современное, правда. Но, когда мы реставрируем, там, конечно, мы очень так корректно стараемся не делать новодел, вот такой, чтобы совсем новое не казалось, да, чтобы было видно, что это старое здание с историей, у него наверняка были какие-то интересные хозяева. То есть, вот ты смотришь, да, анализируешь, вот, допустим, здесь здание четырехэтажное, потом одноэтажное, потом какое-то высокое двухэтажное, пятиэтажное, ты не можешь здесь небоскреб поставить, он будет очень одинокий, как палка стоять, и не впишется в масштаб вот всей улицы. Вот так постоянно-постоянно тренируй свой взгляд, тренируй свое зрение и постоянно представляй в уме, что ты здесь видишь, как-то просто фантазируй. Это очень помогает, развивает тебя и такой еще развивает, знаешь, любовь к городу. Ты начинаешь видеть детали какие-то, что у нас красиво, где есть ошибки, почему так было решено. Город у нас старый, его уже миллион раз перестраивали, его каждый по-своему видит, но у него есть такой, свой неповторимый какой-то образ. Вот этот образ важно сохранять, мы за этот образ очень боремся всегда. То есть всегда, знаешь, каждый архитектор мечтает за свою жизнь построить что-то такое уникальное, чтобы войти в историю, но при этом важно оставить этот след очень правильно, то есть не навредить городу, не навредить всему наследию, которое сделано было не нами. Архитектура – это порядок и логика. Все должно быть почему-то, не должно быть случайных каких-то вещей. А вот, например, вот это заброшенное здание, вы о нем что-то знаете? Его историю? Нет, я не знаю, но это, очевидно, памятник архитектуры. Вот, кстати, про анализ, про который я тебе сказала. Вот видно по его эстетике, видно, что это памятник архитектуры. Он, видишь, достаточно декоративный, но он очень сильно пострадал. Я даже не знаю, тут надо делать целое расследование, можно ли его восстановить в первозданном виде. А было спроектировано, смотри, обратите внимание, было как спроектировано интересно. Первый этаж, очевидно, тут были большие витрины, наверняка тут были магазины. Вот, это очень правильно, это именно для городской застройки, это очень правильное решение. То есть, когда первый этаж отдается под бизнес, а на втором или третьем этаже уже люди живут. Это для города очень правильно, потому что все равно на первых этажах вот такой вот прям близко к дороге очень некомфортно жить, и это получается очень шумно. Вот. И потом вырастают какие-то естественные потребности человека, да, там в продуктах, не знаю, в спичках и так далее. И возникают ларики какие-то непонятные, они мусорят город. Аккуратно. Вот. Соответственно, чтобы этого не было, все это можно уже интегрировать в архитектуру, и город будет чисто визуально, по нему приятно будет гулять и им удобно будет пользоваться. Нам сюда. Домик был раньше, он планировался как частный дом на двух заказчиков, вернее на двух братьев. Абсолютно симметричный дом. Вот. Нам поставили задачу сделать из него банк, вот. И мы сделали вот такой вот проектик. Вот так его придумали, как его немножко украсить. Мы же не знали, как его видел в свое время архитектор. Наша задача была его просто немножко переосмыслить и сделать из жилой архитектуры нежилую. Вот. Чтобы немножко эту уютность, знаешь, домика убрать. Ну и вот так вот в процессе, в процессе, в процессе, тихо, тихо вот. Пока вылепили кирпичик. Какие-то... Сейчас покажу. Это боковой фасад, это не главный. Осталось с того торца. Будет видно, сколько мы всего там поменяли. Сюда вообще не планировался вход. Тут просто были окна. Мы сделали сюда главный вход. Стеклянный какой-то там козырек, ступень и все. И что главное, видишь, сделали пандус. Потому что то, что касается общественных, они все должны быть доступны и для людей, которые там лишены возможности ходить пешком. А вот там, вот это вот здание садика. Это был мой проект, когда еще я училась в институте на четвертом курсе. Это мой садик. Да? Да. Здорово. Ну вот это я его... Там тоже было старое имение, насколько мне помнится. По-моему, Чадьбовское. И мы делали его реконструкцию, вот в детский садик переделывали. Потом он, я вижу, оброс, уже он вырос немножко. Здорово, что ты там училась. Тома, ваше мнение мне особенно интересно. Мне выпала возможность провести единицу полномочий по правам ребенка с мактиной. Мне все очень понравилось. В будущем у меня есть такое название стать юристом. И когда мне выпала эта возможность посмотреть, как все это устроено, как все это работает, мне, наоборот, еще больше захотелось. Мое мнение абсолютно не изменилось и мне очень понравилось. Тома, здравствуйте. Очень рады вас приветствовать в офисе аппарата полномочного по правам ребенка. Мне сказали, что вы в будущем хотите правозащитникам стать очень. Мы рады этому, присаживайтесь. К нам обращаются люди по различным вопросам. Если какое-то право ребенка нарушается, мы сначала принимаем вопрос, обрем в виду, когда я присутствую лично, могу лично я вести, либо кто-то из сотрудников, юрист аппарата или специалист социальной защиты прав детей. Мы интересуемся, какой запрос конкретный. И смотрим, есть ли вопрос какое-то нарушение права ребенка. Если мы обнаруживаем, что какое-то право ребенка нарушено, тогда мы этот запрос берем в производство. И я делегирую сотрудникам, юристам, специалисту по социальной защите прав детей определенные кейсы, по которым они работают. И мы стараемся в течение короткого периода времени сделать так, чтобы право было восстановлено у ребенка. Какие вопросы чаще всего обращаются на аппараты? Дома очень хороший вопрос. Обращаются по различным вопросам, но чаще всего вопросы касаются именно когда гражданских дел, бракоразводные процессы, когда семья разводится по поводу определения места жительства ребенка при разводе. То есть они уже обратились в суд, и суд принимает решение, где с кем из родителей ребенок будет проживать. Вот в таких вопросах очень часто обращаются в аппарат уполномоченного. Это такие вопросы очень щептильные, сложные, когда вопрос касается судебных разбирателей, судебного решения. Они тянутся долго. И наша задача в этот период отследить такой вопрос, чтобы право ребенка на общение с одним из родителей не было нарушено, и в том числе и с родственниками. Потому что ребенок имеет право видеть не только с родителями, но и с ближайшими родственниками. Что к огребе входит в Вашу полумочию? В мои должностные обязанности входит прием граждан. То есть когда гражданин поступает, это выслушать в чем он нуждается, с какой проблемой он столкнулся. И далее уже исходя от этого я направляю его к юристам, и они уже помогают решить какие-то правовые вопросы. Также, когда человек попадает в сложные жизненные ситуации, то есть я связываю его с различными фондами, пытаюсь его направить и объяснить, к кому ему лучше обратиться, чтобы решить какие-то свои определенные вопросы. Почему Вы решили стать именно правозащитником? Я еще в 8-м 9-м классе знала, что стану юристом, и уже где-то к 11-му классу я понимала, что хочу что-то связанное именно с несовершеннолетними. У нас еще тогда не было института уполномоченного по правам ребенка, но я делала все, чтобы в этой сфере чему-то научиться. Можете еще рассказать про обращение к аппарату? Как раз было одно обращение, когда право на имя было нарушено. То есть каждый человек, рождаясь, он имеет право на гражданство, на имя. То есть ребенку сейчас как бы меньше 5 лет, но до сих пор он без имени. Это грубое нарушение права. Поэтому такой вопрос мы взяли в производство и на сегодняшний день работаем над тем, чтобы ему право нарушено было восстановлено. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что наши ряды пополнятся такими неравнодушными людьми в будущем. Вы станете одним из самых известных правозащитников. Меня зовут Ажин Александр, мне 14 лет. Мы ездили в деревню Араду. Там специалисты мне показывались, показывались много теплиц. Мне было очень интересно увидеть много новых растений. Они рассказывали, что нужно делать, как нужно ухаживать за ними. Очень много методов, которых я не слышал, и очень было интересно. Так, начнем с основных принципов. Я тебе расскажу основные принципы пермакультуры. В основе лежит этика. То есть основные три золотых правила. Это забота о земле, забота о людях. И самый главный принцип – это делиться излишками. Излишками, не знаю, продукции, излишками информации, излишками времени. В принципе, то, что я сейчас делаю – это я делюсь с тобой информацией. Смотри, мы формируем один раз грядку, и мы больше ее не трогаем. То есть здесь заложена органика в виде бревен, зеленых остатков и тому подобное. И мы ухаживаем, мы покроем ее мульчой, как на этом кемере. Смотрите, какая-то трава даже прорастет, мы ее не выдернем. Мы ее если выдернем, здесь образуется, видишь, дыра такая. Это просто маленькие, обычно они бывают такие большие. То есть в нее проникает солнечный свет, оттуда испаряется влага, чего допускать нельзя. Работая по этим принципам, то есть ты будешь затрачивать меньше энергии, меньше сил. Самое главное в этом деле – наблюдение. Наблюдение за ландшафтом, за погодой, за уровнем осадков, паводков. То есть, в принципе, наблюдение за природой. Эта грядка называется грядка Хольцера. Есть такой день тоже из основателей движения пермакультуры. Он, по-моему, то ли австрийц, по-моему, австрийц. У него ферма находится в австрийских горах, по-моему, да. И эта грядка сделана по методу Зеппа Хольцера. Мы тут выкопали яму, вниз положили бревна, еще зеленые остатки. Чуть-чуть органики и обратно землю накинули. И теперь сажаем. Ты можешь овощи посадить. Особенно вот эти грядки любят плодовые растения. Пойдем в теплицу? Пойдем в теплицу. Вот как раз-таки мой инструмент. Просто мы берем. Срезаем сорняки и оставляем, отдаем ее почве. А корни остаются в земле. Корни остаются в земле и будут там перегнивать и обогащать почву. Мы не обрабатываем тут никакой химимаксимум. Мы используем какие-то народные средства. Это настойка назоле, там, табачной пыли. Всем привет. Меня зовут Смэр Алма. Мне 13 лет. И на днях мы с Александром были в музее денег. Нужно сказать, что, Александр, ты вроде хочешь стать историком. Да. Я, скорее же, увлекаюсь нумизматикой. Я уже 2-3 года коллекционирую монеты. Это фунты, не только монеты. Доллары, евро и так далее. И, побывав в музее денег, просто... Я оставил шок с того, что есть купюра с номиналом в 1 миллиард долларов. И вообще, я как перфекционист очень люблю там разглядывать монеты. И поэтому мне, в общем, нравится. Я коллекционирую монеты уже, как я сказал, 2-3 года. И посетив музей денег, я думаю, что я продолжу этим заниматься. Меня зовут Ман Александр. И я сам, как он сказал, побывали в музее денег. Вообще, я хочу стать историком, но нумизматика – это одно из подразделений истории. И это очень важно. Вот, я тоже коллекционирую 2-3 года, примерно как Алма. И у меня в коллекции, в основном, советские деньги. Но недавно я нашел шекели. Вот. Может, не все знают, что это за... Шекели – это израильские монеты, деньги. Да. Здорово. А кто вам рассказывал про музей, про те монеты, которые там... Про нумизматику нам непосредственно рассказывал Астамур Тания, директор музея. Ну, у нас музей специализированный. Он вообще посвящен тому, что он рассказывает вообще об истории денежного обращения на нашей территории. А здесь нам понадобится карта. Вот я же сказал, что это все-таки, что нужен рынок, на который стекаются разные товары. Вот. Вот здесь был такой древнейший рынок. Это бассейн Игейского моря. Вот. И первая монета появилась в Лидии. Вот здесь у нас представлена монета под номер один. Под номером один. Вы можете взять лупу, потому что монеты всегда желательно рассматривать движение через лупу. Потому что на ней часто очень мелкие и важны детали. Вот. А медные монеты, они появились для облегчения торговли. Вот. Вот сейчас же мы привыкли принимать бумажные деньги, хотя это просто бумажка. Да. Казалось мне, ну, подумаешь, и рубль бумажка, и доллар бумажка, а цена между ними разная. Вот. То есть это и условно денежная единица. И в качестве бумажных, вот, предтечей, можно сказать, бумажных денег стали медные монеты. Они кредитные. То есть они имеют условную, условную стоимость. Вот. Я вам почему это подробно рассказываю, что вы понимали, как происходила вообще генерация не только денег, а она же является следствием изменения сознания людей. Потому что, чтобы начать принимать нечто, ну, с драгоценными металлами понятно, это уже давно люди принимают их как реальные деньги. А вот как, что принимать нечто, не имеющее реальной стоимости, да. Это говорит о том, что происходило осознание, что такое деньги. И еще обратите внимание, вот эта монета от Чеканина в Риме, в самом городе. А вот эта монета от Чеканина в Кесарии Каппадокийской. Это город Малой Азии. Сейчас называется он Кайсеры. И вы видите, что портреты одинаковые. Вот. А вот вы понимаете, что это монета второго века. Это сейчас существует копировальная техника. Значит, существовал строгий стандарт. До этого стандарта не было. Определялся стандарт, как должен выглядеть император на монете. То есть я вам хочу показать, какое важное значение придавалось монете в то время. И вот, допустим, были императоры, которые царствовали в месяц. Но они успевали выпустить свою монету. Да. То есть и это был такой политический акт. Не только торгово-экономически. Монеты предыдущих императоров не занимались, продолжали ходить. А вот можно вопрос? Да, конечно. Территория Мирской империи была огромная. Эта монета была востребована по всей ее территории? Обязательно был стандарт. Был установлен обязательно стандарт. И чем более драгоценный металл, тем строже следили за весом. Есть установленный вес, а есть еще такое понятие в монетах драгоценных, как ремедиум. Ремедиум – это допустимое отклонение веса. Даже у современных золотых монет есть ремедиум, просто он меньше. На сколько монета может в ту или в другую сторону по весу отклоняться от установленного законом веса. Смотрите, вот здесь у нас, допустим, тоже левит монета. Здесь у нас обе части дошли. Это редко бывает, что обе части одной монеты доходят. А эта монета, мы не знаем, где эта часть, которую от нее отрезали. Это и в древности делали. Там у нас македонская монета лежит. Подойдите на секунду, вот смотрите. Развиваем эту же тему. Вот. Видите, вот здесь уголок отрезан у монеты. Да. Если у нее вес нормальный 16 грамм, это весит 14 грамм. А кусок отрезан. Почему? А принцип тот же. Спасибо, манечки. Поделали неаккуратно. Не, не, не. Уход мыслей у Алмы был правильный. А у нас что? Допустим, если ты... Я отвечаю на вопрос. Или предпримите еще попытку. Ну, вряд ли что. Вот смотрите. Я вам сказал, что в монете прежде всего ценится драгоценное содержание в то время. Если ты хочешь сделать покупку, а у тебя монета больше стоит, чем эта покупка. И ты хочешь сделать более мелкую покупку. Ты можешь от этой монеты отрезать кусок. Ее примут в плату. И это так? Это было в то время распространено. Редкость этой монеты состоит в том, что этот человек не успел ее потратить. А, то есть вот этот кусок у него? Вы представьте, если ты приходишь, наверное кусочек отдал. Вряд ли эти кусочки, когда им встретятся. Здорово. Ну, вы свое мнение после посещения музея денег и после общения со Стамуром, Георгиевичем поменяли или оно осталось прежним? Лично я не изменила своего мнения. Я хочу продолжать коллекционировать монеты и заниматься нумизматикой. Я тоже. Только я хочу идти более глубже и заниматься историей. Меня зовут Майя, мне 15 лет. Недавно мне предоставили такую возможность пообщаться с самым главным поваром. Мне там очень сильно понравилось. Меня наоборот еще больше привлекло это. Я с детства мечтала стать поваром и вот мне предоставили такую возможность. Привет, Майя, меня зовут Алексей. Что, поготовим сегодня с тобой? Пойдем. Ты когда-нибудь была на кухне? Сейчас я тебе много интересного расскажу там. Пойдем. Когда мы заходим на кухню, мы в первую очередь должны с тобой помыть руки. Правильно? Правильно. Давай. Мою ручки и я помою. Вот тебе фартук. Это лично мой фартук. Одевай. Давай я тебе помогу завязать. Так, ну что. Сегодня мы с тобой поготовим мой один из фирменных салатов. Это такой азиатский салат с хрустящим баклажаном. Для этого нам с тобой потребуются это помидоры, баклажан, листья салата, сыр с печенью, крахмал, ну и соуса разные. С чего начнем? Давай я тебе доверю почистить баклажан. То есть смотри, как это делается. Вот это овощечистка. Берешь. Она очень такая неприхотливая. Вот так вот чистишь, ложишь. Давай. А ты, я слышал, будешь поступать на повара, да? Ой, это очень крутая профессия, если честно. Знаешь, как говорят, зато всегда будешь сытой. Давай еще вот здесь чуть-чуть. Все. Теперь смотри, что мы делаем дальше. Давай мне его. Это вот так чуть в стороночку. Теперь смотри, мы его с тобой нарезаем произвольно. Так, раз, два и три. И режем это все напополам. Давай вот эту мисочку. Кидаем сюда. Смотри, вот это соус. Ну, такой японский, китайский соус. Называется терияки. То есть мы сейчас должны его чуть-чуть обмазать, а потом положить в крахмал. Давай сюда поливай. Все, достаточно. Теперь смотри, берем вот так вот делаем. И кидаем все в крахмал. Почему в крахмал? Потому что при жарке крахмал, он станет хрустящий. Понимаешь? Теперь смотри, перемешиваем вот так вот все, аккуратненько. И идем к очень такой крутой машине, называется фритюр. Идем со мной. Сюда выкладываем аккуратненько. Они буквально будут жариться, буквально там, ну, две минутки, даже полторы. Опускай вот эту штучку, чуть подними. Нет, подними. Вот так смотри. Оп, и ложись. Все, опускай, они пожарятся. Опускай, не бойся. Все, идем дальше. Пока у нас жарится баклажан, мы с тобой вот это все сейчас подготовим. Смотри, вот это называется кунжутное масло. Тоже там китайское, японское. Понюх, как пахнет. Вкусно? Да. Заправляем им. Так, смотри дальше. Вот это сыр с плесенью. Сейчас берешь ручками и его чуть-чуть ломаешь. Я тебе сейчас дам кусочек небольшой. И ты его поломай и побросай в салат. Хаотично, все равно как. Прям вот весь сломай. Можешь крупно, можешь мелко, как тебе удобно. Все, наши баклажаны готовы. Сейчас чуть-чуть масло с них течет. Все, теперь мы их вот сюда в мисочку перекидываем. Теперь смотри, вот эти баклажанчики мы с тобой выкладываем аккуратненько вот сюда. Ну тоже произвольно, хаотично. Непринципиально, в принципе. Теперь смотри, берешь соус терияки вот этот и вот так вот делаешь немножко. Давай. Все, хватает. И здесь у нас еще есть кунжут. Знаешь, что такое кунжут? Такие семечки черненькие и беленькие есть. И вот так вот присыпаем. Вот наш с тобой салатик готов. Попробуешь? Обычно шефы не раскрывают своих секретов. Может он чем-то с вами поделился чем-то особенным? Ну он поделился, но я это не могу сказать. Перед рождец. Я живу, я живу. Я живу, я живу, я живу. Я живу, я живу, я живу. Я живу в футбол, я живу. Это очень хорошо. Для футбола специалистов, которые помогают им, они тоже не помогают им. Вот они говорят, что вы не можете сделать это. Какие люди? Это очень хорошо. Какие люди? Они помогают им. Продолжение следует... Убрия, угуахара, убсахама, мамзарги, лаше и варе, шенейбадыр, яхаяцвудзама. Да, яхаяцвудзе. Уйдарадзах куя хой, и табуби дудзанха, ваахуэт ухы аххалавурхоз. Скуяна гой двара дарадзе и бзио, дуния, джейцер дыруа, а шепуламбуласы и хойтха скуяна гой. Исоу, ампуласра бзеу бомога. Избан ампуласра бзезу бод. Ваш б! Воучfolи боли, азхрь Behavior 카торам я тебе разβαл AUQ в бар, ампул ты же бед12 я принимал. Иди háк, азхстаточно дэнхвудзе! Есть и те, какие боли благороду, DOTS ? Да я дам обе благородào! Сodorecase мы с докладами ампул! кровь за ирбом амзерги а паскоп живом апрель what are we sample you can a gold here should be a woman в риомов за юбая а гола гола ст а припаса неё у запаса new to use i'm plenty of a pass up this a pass the line is a pass it up or a sign of a shard обрет архе лома папа шоу а без них обратно встали а вот он давай ахиала обама абриурма форма шапова вама арка шипела жуарка шипели бжене аутсор ампул ампул уанасу шапу штуку то сами вы шапу штуку агию шапу ахалу агию шапу ахалу агута каму пис банзер Абас, 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 иван гулыйманшалом. Абас, аа, абрэй бешупу брынгулан, абрэй шапала, абрэй ампл... узалки свама. Давай, давай, опрошу. Абаса, абрэй шапа брак и абас. Узалки свама? Ицьгёп. Усамец? Ицьгёп, ицьгёп. Ицьгёп. Бандзар, абрэй шапала у нас, аргела у нас, арма, ай бара азар ало. Я азар аулукама. Наски ампл… Ампулу ману ванцу, ампулу ману ванцу. Айгвара я азар, я хиу таху зацот. Арах ваах ваед, арах ваах ваед, я и харан я азар. Абас им аншаладзе. Абас им аншаладзе. Элук ама. Тавай ба. Абас кассидул. Штай ба. Абас ансууту, ай-ей, хаа, бас. Ампул, ампула на кулууси анну кулу хучук апхи айштла. И раздак баср. Абас. Абхи айштла, ай-ей, абхи ахучук. Ай-ей, ай-ей. Абхи анас вашталан вас. Ай-ей. Сарампул сгод вора абхи ауивню, сарапас устут. Я анкылым адзаква без остановки, бе первым зник, первым ампула на айва. Иси ты ампул обрахи, обрахи уше? Абас, абаси ган ампул наси тавушу. Бзема. Абхи ома? Ай-ей. Сарраз шастерт喂, шастер твой. Блэб ассуту. Блэк шо. Давай. Ухьема, давай, ай, 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 ай. Ухьема, давай, ай, 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 ай. А-а-а, это будет не так, ай, ай, ай. Молодец. Молодец. Молодец, ты давай. Абхэ, ай, 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 ай. что ари что Меня зовут Михаиленко Лаура, и мне 13 лет. Совершенно недавно мне выпала просто невероятная возможность провести день с настоящими специалистами, оказаться в лаборатории. Сразу делая первый шаг в лабораторию, мне дали халат, и я вот моментально окунулась в эту атмосферу. Я думаю, что у каждого брали когда-нибудь кровь. Однажды это в любом случае делали, у меня, соответственно, тоже. Когда у меня брали кровь, я в обычной, вот просто приходим, мне берут кровь, мне никогда ничего не рассказывали, что потом будут делать с этим, как это все будет выглядеть. А вот именно в этой лаборатории мне выпала возможность самой посмотреть свой анализ, посмотреть под микроскопом и увидеть конечные результаты. И до сих пор знаю то, что я хочу, я буду врачом в медицинской сфере. И мое мнение, наоборот, даже еще больше. У меня появилось вообще такое прям желание поскорее уже доучиться и поскорее стать врачом. Возможно, именно я когда-нибудь изобрету какое-нибудь лекарство, например, от рака. Присаживайтесь. Так. В каком вы классе и в какой вы школе? В седьмом классе, 14-я школа. Почему вы для себя определили, что медицина – это, возможно, ваше призвание? Ну, мне вообще кажется, что это генетически, генетика. То есть моя прабабушка, она была на Великой Отечественной войне фельдшером-акушером. И мне кажется, это вот именно от нее мне передалось тоже такое желание делать добро, спасать жизни людей, иными словами. Здорово. То, что вы в седьмом классе уже определились с тем, кем вы хотите стать. Сегодня мы постараемся немножко окунуть вас в медицину. В большей степени это будет лабораторная диагностика. И надеюсь, вам понравится. Я думаю, понравится. Что хочу обратить в твое внимание? Да, вот если говорить о лабораторной диагностике, она состоит из трех этапов. Да? Этапы, просто чтобы ты уже для себя понимала. Значит, вот это сама лаборатория, да? Вот это этап при аналитике. Вот это постаналитика. А это аналитика. Представь себе, мы об этом узнали относительно недавно, что от 40 до 70% всех лабораторных ошибок происходит не на этом этапе, когда проводятся сами исследования, а на этом этапе. Что происходит на при аналитическом этапе? То есть, как пациент подготовился к анализам? Как, в какую пробирку у него взяли кровь? Был ли он натощак или нет? Что еще? Сегодня и в Абхазии это уже применяется. Может быть, виделось, не видел? Сейчас мы вам покажем вакуумные системы взятия крови. Ну, я слышала, что... Да. То есть, раньше брали в шприце, переливали в стеклянную пробирку. Вот эту стеклянную пробирку, она многоразового пользования. То есть, ее после каждого пациента заново мыли, сушили. И у нас нет никакой гарантии, что каждый раз, когда это делают, эту пробирку мыли должным образом, сушили должным образом и заливали антикоагулянты. Антикоагулянты – это вещество, которое не дает крови свернуться. А вот в пробирках нового поколения эти антикоагулянты уже внутри. И они вакуумные, с крышечками. Мы их не открываем, когда мы производим манипуляцию взятия крови. Сегодня мы тебе также покажем. У нас автоматический гематологический анализатор. То есть, мы можем у тебя взять кровь, или у нас есть сегодня пациенты, их кровь вместе с тобой пропустим. Когда мы в течение нескольких минут понимаем, какое количество эритроцитов, тромбоцитов, гемоглобина, лейкоцита у пациента. То есть, то, на что раньше уходило часы боли, сегодня нам нужно всего несколько минут. На этом этапе аналитики, когда у нас может произойти от 30 до 60% ошибок тоже, здесь очень важно, чтобы персонал, который работает, тоже был высокопрофессиональный. И обязательно исходил из инструкции. Для каждого метода есть поэтапная инструкция выполнения. И какой бы ты суперпрофессионал ни был, нельзя отходить от этих инструкций. То есть, некоторые специалисты считают, что вот они уже профессионалы, они могут... Нет, есть такие вещи, когда шаг влево, шаг вправо, как говорится, он недопустим. Нужна медицина, это та вещь. Вот, например, в научных наших лабораториях мы можем, мы занимаемся научными изысканиями, имеем возможность и право, в принципе, экспериментировать. Что касается работы с биоматериалом непосредственно пациента, здесь это не приветствуется. У нас есть инструкция, и мы должны строго из нее исходить. Какую бы ты специальность в будущем ни выбрала, кем бы ты ни была, всегда отдавай должное внимание лабораторной диагностике и инструментальной диагностике. Инструментальная диагностика — это УЗИ, это рентген, это КТ, это МРТ. Когда мы предположили ту или иную патологию и благодаря инструментальной диагностике действительно выявили эту проблему. И вот вместе обе эти диагностики дают нам результат, на основании которого лечащий врач или врач-клиницист, как мы называем, идет по пути спасения жизни пациента. Я считаю, что вообще каждый школьник должен оказаться серьезно отнестись к выбору профессии, потому что профессия, выбор профессии — это выбор нашей дальнейшей судьбы, как я считаю. И профессия вообще — это не просто источник дохода, а это источник вдохновения, это призвание. Возможно, выбрав определенную профессию, каждый из вас или хотя бы кто-то из вас станет великим, кто-то из вас сможет открыть ресторан, который получит Мишленовскую звезду, кто-то в медицине займется научной деятельностью и, возможно, откроет какую-то вакцину против старения или против рака, и весь мир излечит от этого недуга. Возможно, кто-то станет будущим полномоченным по правам ребенка, кто-то великим футболистом и прославит нашу маленькую, но цветущую Абхазию, кто-то станет выдающимся журналистом. Мы вам этого желаем, чтобы ваши мечты все сбывались и все ваши цели были достигнуты, и вам хотелось все больше и больше достигать новых и новых высот. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok